В рамках президентской программы по социальной газификации свердловчане подали 50 тысяч заявок на газификацию. По 30 тысячам заявок уже заключены договоры на исполнение. Напомню, программа льготной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев ранее отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов. В рамках социальной газификации в газифицированных населенных пунктах до границы земельных участков газовая труба проводится бесплатно. В Свердловской области действует расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 70 тысяч рублей, в том числе и на прогладку газопровода к участку. Цитата. Программа по социальной газификации в Свердловской области идет в плановом порядке. Свердловчане активно заявляются на подключение своих домов к газу. В рамках социальной газификации голубое топливо уже проведено к домам 3,5 тысяч уральцев. «Я встречаюсь с людьми. Они счастливы, что наконец-то получили тепло, уют свои дома и при этом сильно экономят», рассказал исполняющий обязанности министра энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В Новоуральском городском округе благодаря программе также идет подключение жителей сельских населенных пунктов к газу. Накануне в поселке Мурзинка в доме почетного гражданина города Геннадия Сергеевича Соловьева также появилось голубое топливо. Подробности у Елены Мельниковой. Догазификация – это подведение газа до границ земельных участков, индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах, то есть где уже проложены газораспределительные сети. Благодаря программе граждане, проживающие в сельских населенных пунктах, могут подавать заявку в газовую службу, и подключение их домов произведется бесплатно. Государственное унитарное предприятие Свердловской области проводило работы по прокладке газопровода низкого давления, в частности, по поселку Мурзинка, и теперь жители этой территории могут подавать заявки на бесплатное подключение к газу. В поселке Мурзинка у нас 668 домовладений зарегистрировано, а постоянно проживающих граждан – порядка 250. Но в летний период, конечно же, здесь проживает порядка 2-2,5 тысяч граждан, но посчитать точно достаточно сложно. Ну и большинство граждан, конечно же, хотели бы перейти на отопление от газа до этого времени. Кто-то пользовался электрическими котлами, кто-то вообще печками топил дома. Даже те, кто постоянно проживает. Конечно, это и неудобно, и дорого. Единственным условием, конечно же, должно быть наличие приборов потребления газа. Либо это газовый котел, либо газовая плита, либо еще что-то. Ну и, конечно же, затраты на внутри домовое газовое оборудование, на разводку. Если это газовый котел, уже не просто котел, нужно систему отопления, трубы проложить и так далее. Сейчас у нас к газу подключена только западная часть Мурзинки. Разработана расчетная схема газоснабжения и на восточную часть Мурзинки. И со следующего года газовые сети будут разрабатывать проект и, ну не знаю, начнут они прокладывать в восточной части Мурзинки в 23-м, либо в 24-м году уже будет прокладка газопровода и за железной дорогой. После этого и жители восточной части Мурзинки смогут также подключаться к газу. В поселке Мурзинка на 2022 год обработаны 27 заявок. Одним из подключенных к газу стал почетный гражданин города Геннадий Сергеевич Соловьев. С 2009 года он с семьей проживает за городом. И вот спустя 13 лет случилось долгожданное подключение и его дома к голубому топливу. С 2009 года ждали этого события. Вот в 2009 году я купил этот недостроенный тут дом был. И тогда говорили, ну вот-вот-вот нитку протянут от Тарасок до города и будем вас подключать. Замечательно, хорошо. Ну и потом так это все откладывалось, 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 откладывалось. Так из года в год. У меня приятель вот на соседней улице, на Ясной, значит, они два года тому назад, значит, сбросились по улице там, сколько тут человек, по-моему, тысяч по 50 или по 30, провели газ. Я спрашиваю у него, Евгений Михайлович, вот ну как после газа-то, после электричества, у него тоже электрический котел там, ну у всех же здесь были, либо электрические, либо травяные котлы. И он говорит, ну в два раза меньше платить приходится. Вот поэтому. От жителей населенных пунктов активно поступают заявки на подключение. На данный момент около 500 граждан округа хотят перейти на газ. Отдел сельских населенных пунктов оказывает помощь желающим в проведении этой процедуры. Чтобы принять участие в этой программе, необходимо подать заявку. Заявка подается на портале единого оператора газификации «Коннектгаз», либо через госуслуги можно также подать заявку. К заявке, значит, нужно приложить документы, какие это паспорт, СНИЛС, правоустанавливающий документ на объект недвижимости, правоустанавливающий документ на земельный участок, ситуационный план. Граждане пенсионного возраста через социальную защиту, при условии, что они являются собственником дома, производится возмещение затрат до 70 тысяч рублей. Многие жители сельских населенных пунктов сошлись во мнении, что подключить свой дом к газу выгоднее, чем пользоваться электрическим котлом, особенно в зимнее время. Те, кто уже получают голубое топливо, рекомендуют и другим сельчанам рассмотреть такую возможность. Елена Мельникова, Антон Пылаев, Объектив. Итоги.